Творческий привет! Ты на канале Модокнет! И мы продолжаем наше творческое путешествие! Вы очень просили снять еще видео про бумажную кухню. Сегодня мы покажем все 8 выпусков. Паспорт творческого путешественника ищи на нашем сайте в разделе поделки, а наклейки в наших схемах. Вот эти, например, можно найти в схемах Тестифак. Того, кто соберет все наши наклеечки и ждет невероятный приз. Прежде чем показать всю нашу кухню, напоминаем, у нас вышла очень крутая новиночка Фокус Пак, в котором будет 6 выпусков. В каждом выпуске схемы Фокуса и часть чемоданчика Фокусника. Собери всю коллекцию! Выпуски можно покупать отдельно или в паке, но в паке гораздо дешевле. Посмотреть Фокусы можно в нашем плейлисте Фокусы с Амандой. Тестифак – это наш самый большой набор цифровых схем. В него входит целых 8 выпусков. В каждом выпуске свой набор продуктов, посуды и часть восхитительной кухни. Все, что входит в Тестифак, покажем сегодня. Выпуски можно покупать отдельно или сразу в паке. Но в паке гораздо дешевле. Смотри, какая красоточка Соня у нас. Тут можно выбирать одежду, аксессуары для нее и менять обложку. По-моему, очень круто. Мне кажется, наша Соня очень идет на ряд повара. Как будто для нее специально все сшито, то есть вырезано. Так и есть, все было сшито, то есть вырезано для нее. Вообще все наши схемы выверены, и из них получаются потрясающие бумажные поделочки. Мы уже все отрисовали за тебя, продумали и протестировали все конструкции. Сняли подробные видео-туториалы, которые помогут тебе в сборке. С нашими цифровыми схемами каждый сможет собрать потрясающую кухню и множество других поделок. А потом удивлять своих друзей и знакомых, играть вместе с ними. А зачем ты у нас сегодня варежку надела? Это ж не варежка, это прихватка, чтобы наша Соня не обожглась, когда будет что-то печь в духовке. И мисочку с тестом, чтобы Соня могла начать готовить, например, печеньки или тортики. Кстати, тортики из нашей бумажной кухни мы тоже покажем сегодня. Сегодня мы покажем все 8 выпусков схем тест и пак. Да-да-да-да-да-да, мы покажем всю нашу кухню. Смотрите внимательно, здесь есть доска, к ней можно прикрепить меню, а потом принимать заказы для своих друзей. Доска как будто деревянная, а не бумажная. Ага, и стук как будто по дереву. Продолжаем раскрывать нашу кухню. Здесь у нас огнедышащий гриль. Да, я сама каждый раз боюсь об него обжечься, настолько все реалистично. Тут у нас получается целая барбекю-зона. Слева можно ставить продукты и ингредиенты для готовки, а справа можно складывать различные уже готовые блюда. И это мы еще не до конца в кухню разложили. Продолжаем. Вот тут у нас полочка, куда можно ставить различные баночки со специями и приправами, чтобы они были всегда под рукой. Да-да-да-да-да, и мы сейчас вам все баночки покажем. И все блюда, конечно же, все постепенно, из выпуска в выпуск, начиная с самого первого и до самого последнего. Сюда можно складывать столовые приборы, ложку, нож, терку. Все верно. Центральная зона предназначена для хранения приборов, а прямо под ней находится индукционная плита. А вот здесь спрятана моя любовь, раковина и стенка. Тут, смотри, есть фольга, чтобы готовить. Например, картошечку запечь в ней можно. Бумажные полотенка, чтобы убирать на кухне после готовки. Экран! Он прям как настоящий! Все крутится. Даже вода бумажная из него может пойти, если захотеть. Мы это показывали в наших прошлых шотах. Их можно посмотреть в нашем плейлисте «Бумажная кухня». Вот эту всю кухню можно собрать? Купи в тесте пак! В паке будет гораздо дешевле. Ссылочку на схемы ищи в описании к видео. Итак, в первом выпуске у нас идет плита. Включаем и настраиваем мощность. О, смотри, плита зажглась! Да-да-да-да-да, магия! Включаем обе конфорки для того, чтобы начать готовить. Крутая сковорода тоже из первого выпуска. Нагреваем ее на бумажной плите. Мне кажется, соль уже закончилась и нужно ее подсыпать. Ну, конечно! Мы уже столько всего приготовили. Каждый выпуск очень насыщенный. В него входят посуды, ингредиенты для готовки, а также чай, складывающуюся кухней. Сахарку еще пока хватает. Сладенького мы готовим меньше получается. Вкусненькое масло! Все это входит в первый выпуск. И настоящая бумажная ложка уберем в специальное место для хранения. Приступаем к готовке. Точнее, к демонстрации всего того, что можно сделать со схемами тестепак. Нальем масло на сковороду. Вот так оно прикольно льется. У нас есть еще в первом выпуске яйца. Собственно говоря, у нас с этого все и начиналось. Яиц, яичницы. Интересно, а что началось раньше? Яйцо или курица? Ну, это извечный вопрос. Ребята, пишите в комментариях, как вы считаете, что появилось раньше? Яйцо или курица? Вот такая вкусная яичница у нас получается. Ммм, аппетитно. И соль сыпалась, как настоящая. Все так шумит, шуршит в этой солонке. Не дадим нашей яичнице подгореть. И мы плавно переходим ко второму выпуску. У нас тут собрано все для приготовления вкусного завтрака. Кипирчик вот такой прикольный, глубокая миска, а еще мука, сода, венчик, которым можно взбивать тесто. Он выглядит как настоящий. Да вообще, все элементы кухни, аксессуары, ингредиенты, все готовые блюда выглядят как настоящие. Не всегда после просмотра наших видео про кухню кушать хочется. Просыпается просто жуткий аппетит. Венчик с полоснем в раковине и поставим на полочку. Так, смотри, сколько продуктов уже получилось. Добавим к ним вот такой хлебушек. Он тоже как настоящий. Естественно, ведь это не бред, это хлеб. И он тоже входит во второй выпуск. А называйте второй выпуск завтраки. И тут можно приготовить много всяких вкусняшек. Например, шведский бахерброд или блинчики. О, масло! Мо-я-ми! Вкусное и полезное. А главное, натуральное. Ага, все натуральное, из бумаги. Так, хочется отрезать кусочек и поскорее намазать его на хлеб. И мы, кстати говоря, показывали в одном из наших шотов, как намазать бумажное масло на бумажный хлеб. Теперь, наверное, нужно показать, как намазать бумажный хлеб на бумажное масло. Ну, мы же делали сэндвич, где у нас снизу идет колбаса, а в середине хлеб, сверху снова колбаса. Так что я не вижу никаких препятствий, чтобы намазать хлеб на масло. А еще прекрасным дополнением к теме завтраков будет наш крутой ланчбокс, схемы которого можно получить в подарок при покупке любого бумажного набора в 2023 году. Обрати внимание, именно бумажного набора. Смотри, как здесь все продумано. И салфеточка с ложечкой, с сахарочком в отдельной прикольной упаковочке. И аппетитные яблочные долечки, которые только хочется съесть. Все предметы из ланчбокса прекрасно сочетаются с предметами тести-пака. Так что ты легко сможешь их миксовать и создавать свои неповторимые блюда. Например, сэндвич база Лайтера с колбасой, хлебом, колбасой. Мы как раз делали из ингредиентов ланчбокса. А еще в схемах ланчбокса есть вот такой стаканчик вкусного бумажного чая. Напоминаем, что наш фирменный ланчбокс можно получить в подарок при покупке любого бумажного набора в 2023 году. А пока мы показывали наш ланчбокс, у нас приготовились блинчики. Да, вот такой пангейк у нас получился. И это завершение нашего второго выпуска с завтраками. Ой, а куда все исчезали? Нам же нужно место, чтобы показать остальные продукты и блюда. Их еще очень много. В тесте пак входит целых 8 выпусков. И этого хватит на целый месяц незабываемого, увлекательного и полезного творчества. Переходим к третьему выпуску. Тут у нас есть рис, кастрюлька и острый бумажный нож. Третий выпуск посвящен японской кухне. А какая же японская кухня без риса, суши и роллов? Верно! В третьем выпуске идет вот такая доска, на которой мы будем готовить суши и роллы и гунканы. А еще здесь у нас всевозможные ингредиенты. Рисовый уксус, соевый соус, баночках, горчица, васаби, которую можно выдавить из тюбика. В третьем выпуске у нас тут вот такие бумажные палочки и специальная посуда, чтобы можно было красиво сервировать наше блюдо. Вот такие вкусные суши получаются с икрой, тунцом, красной рыбкой и омлетом и не менее вкусные роллы. Мои любимые роллы с огурцом и авокадо. А какие роллы вы любите, ребята? Пишите в комментариях. Все эти роллы ты можешь собрать сам, потому что в выпуске входит рис, циновка, листы нори, всевозможные начинки. Ты их складываешь вместе и скручиваешь, а потом это все нарезаешь острым бумажным ножом, представляешь? Знаешь, я люблю в соевый соус добавлять васаби, размешивать это все, а потом туда макать роллы, а сверху еще имбирем посыпать, остренько получается. Ну ты чего? Так же неправильно, надо васаби намазать на ролл, а потом только окунать в соевый соус. А имбирь нужен, чтобы перебить вкус уже съеденных роллов и приготовиться к новым вкусняшкам. А зачем ты масло наливаешь в кастрюлю? А, понял. Мы переходим к четвертому выпуску. Да, четвертый выпуск. Они все настолько прекрасны. И аппетитны. Пока на масле жарится картошечка, мы покажем бургер. Смотри, какой он вкусный и аппетитный. А еще в четвертый выпуск входит вот такой хот-дог. Очень хот, написано на упаковке. Да, наша фирменная упаковочка. Так, картошечка готова. Пересыпаем ее в еще одну нашу фирменную упаковочку и положим к бургеру и хот-догу. А еще в тему бургеров у нас есть вот такая оригинальная схема Мобокс. Это полноценный самостоятельный набор. Его можно купить отдельно и сочетать с выпусками тестепака. Все ингредиенты отличаются. Мы добавили в Мобокс напиток, который все так просили, картошечку по-деревенски. В тестепак идет картошка фри сырный соус. Остренький, оригинальный, специально для Мобокс. И бургер. Вот такая необычная коробочка в виде персонажа Гартнов Банбан. Черная булочка, куриная котлетка, соус барбекю, рукола, сырка мамбер, луковые колечки, которые можно, кстати, переподать и отдельно, и бекон. Все это можно миксовать с набором тестепак, создавая свои собственные неповторимые бургеры. Мобокс – идеальные схемы, чтобы попробовать нашу бумажную кухню. Стоит недорого, собирается легко, а выглядит мегаэффектно и очень аппетитно. Многие, кто купил Мобокс или какой-то отдельный выпуск тестепака, потом покупают весь тестепак, потому что все настолько легко собирается и настолько круто получается, что не хочется останавливаться. А мы переходим к пятому выпуску, в котором мы готовим одно из самых популярных блюд пан-азиатской кухни. О-о-о! Обожаю этот супчик. Когда ты показываешь зелень, я всегда думаю, зачем ты настоящую зелень добавляешь в бумажную кухню? Все выглядит настолько реалистично. У меня у самой такое же ощущение. Мясо, лук, имбирь, перчик целый и нарезанный, а также пророщенные зерна Маша. Все такое по-настоящему настоящее! Да, бумажная самоделищная. Смотри, какая потрясающая баночка со специями. Палочки, корицы, звездочки, анис. Ммм, все это сделает ваше бумажное блюдо еще аппетитнее. Поставим баночку на полочку в нашей кухне. Вот такие дольки лайма. Ой, у меня аж скулу начало сводить от кисненького. Ага, лайм выглядит очень круто. А еще в пятом выпуске у нас идет вот такая тарелочка, чтобы можно было из нее есть аппетитный супчик. Кстати говоря, из ингредиентов пятого выпуска можно приготовить не только фубо. Как вы думаете, что еще можно приготовить? Пиши свои варианты в комментариях. Обязательно приправим суп лаймом, потому что без лайма фубо не фубо. А еще можно добавить все возможные острые соусы, которые тоже идут в пятом выпуске. Рыбный соус, соус шурирача. Очень острый. Если его много добавить, то есть такой суп будет очень сложно. А еще соус чили с чесноком. И вот такой аппетитный супчик. А мы переходим к шестому выпуску. Смотрите внимательно, мы его еще не показывали. Тут у нас есть фарш и курочка. Фарш в магазине купила? Конечно, в магазине цифровых 7 модах нет, с помощью которых можно легко собрать по-настоящему бумажные поделки. В шестом выпуске у нас также идет сыр и терка. Вот такая баночка фасоли. А еще соус сальса. Эти ингредиенты и соусы нам необходимы для приготовления блюд мексиканской кухни. Еще у нас есть сметана и гуакамоле. Смотри, баночки не пустые. Вау! Внутри тоже есть ингредиенты. Все продукты выпущены под нашим фикерменным брендом. Моями. Все натуральное. Вкусное и полезное. Все из бумаги. А еще в шестом выпуске идет вот такая потрясающая ракмана с краном. Все это легко раскладывается и складывается. Так что нашу кухню можно сложить до компактного размера и убрать на полочку. Какой аппетитный бутерброд! Это не бутерброд, это такос. У нас такос вегетариантки с фасолью, гуакамоле, кукурузой, сиром и зеленью. А ты можешь приготовить свой собственный, например, мясной. А мы переходим к седьмому выпуску. Какой же завтрак, обед и ужин без сладенького? Я вообще сладкоежка невероятная. Ребята, кто так же, как я, любит сладкое? Пишите в комментариях. Руассан, макароны! Сам ты макароны, макаруны! Зефирочка! Да это не зефирка, ну ты чего, это безе! Совсем сладочек не разбираешься! Ну, из нас двоих ты сладкоежка, так что мне простительно. Вся эта сладкая красота входит в седьмой выпуск Тести Пака. Мы выбрали все самое вкусное из французской кухни. Даже мне сладкого захотелось. Пойду чаек заварю. Нет уж! Давай чаек будешь пить после того, как мы покажем все выпуски бумажной кухни. Осталось совсем немножко. А еще на стриме мы делали вот такую потрясающую открытку с бумажными пончиками. Очень вкусно получилось. А совсем скоро у нас будет новый стрим, где мы будем собирать ужасно прекрасные поделки к Хэллоуину. Так что скорее подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропускать прямой эфир. А мы добрались до нашего последнего, восьмого выпуска Тести Пака. В него входит дюрюм или, как многие говорят, шурма. А что вот это за картошка слева от шавермы? Крошка-картошка? Это же печеная картошечка с различными начинками. Она называется кумпир. И, как и дюрюм, представляет турецкую кухню. А еще в восьмом выпуске входит вот такая крутая перечница. Смотри, как там все крутится. Обалдеть! Можно легко перепутать с настоящей перечницей. Ты просто посмотри, сколько всего получается из восьми выпусков Тести Пака. И какая это красота! Тести Пак – наш самый большой набор цифровых схем. Он состоит из восьми выпусков. В каждом выпуске свой набор продуктов, посуды и часть восхитительной кухни. Выпуски можно покупать отдельно или сразу в паке. Но в паке гораздо дешевле. Да! Мы отрисовали все схемы, проверили все конструкции и сделали PDF-файлы. Доступ к схемам придет на e-mail. Ты просто печатаешь и собираешь с помощью нашей инструкции. Так что залетай к нам на сайт, выбирай схемы и твори такую же красоту вместе с нами. Всем творческого настроения! Пока-пока! Пойду поем. Я, пожалуй, тоже. Пойду поем.